Здравствуйте, уважаемые зрители! Американские эксперты заявили, что Армения пытается разжечь новую войну в Карабахе. Там видите на фотографии, вот, два американских эксперта. Они начали подозревать, что армяне не уступят Азербайджану эту часть, оставшуюся от Нагорного Карабаха, или правильно азербайджанцы говорят, Карабах или Восточный Зангизур. Но армяне называют ее Нагорный Карабах. Не хотят они отдавать эти остатки, это 30% где-то осталось от всей территории. И теперь всеми силами будут провоцировать Азербайджан на конфликт, уже они считают, потому что им нужна эта территория и российским миротворцам, то есть Путину нужна, и армянам нужна. Они собирали урожаи с этих территорий и кормились за счет этого. Теперь огромные земли потеряны, экономика рушится, урожая собирать невозможно. Здесь все Азербайджан уже сейчас, как сказать, начнет миллиарды долларов своей казной пополнять. Раньше армяне пополняли миллиардами долларов за счет урожая. Здесь были многие пшеницы, там еще эти культуры. И теперь вот получается, что Армении выгодно разжечь войну в Карабахе. В последние дни участились провокации сепаратистов в Карабахе. На то обсуждение несуществующего парламента выносится некий закон об оккупации. То проводятся учения, то сепаратисты пытаются создать видимость, что они якобы стараются оградить население от возможных провокаций. Все эти авантюры, якобы существование какой-то угрозы, подготовки населения чуть не к войне, а они их вооружают, а служат армянской пропаганде. Так сказал экс-сопредседатель минской группы ОБСЕ, это американец Ричард Хогланд. Планированное учение на территории другого северного государства – это не только провокация, но это незаконные действия. Однако времени для переговоров между Баку и Риваном еще достаточно, и Россия и Минская группа также могут сыграть свою роль. По словам американского эксперта Питера Тейса, военное учение, запланированное армянскими сепаратистами силами в Карабахе, на территории Азербайджана представляет серьезную угрозу европейской безопасности и напрямую влияет на экономическое развитие региона Южного Кавказа. Российской Федерации пора принять конкретные меры и не допустить подобных военных маневров в Карабахе. Россия должна предпринять решительные действия по сокращению поставок оружия в Карабахе. Кажется, еще Россия поставляет оружие карабахским армянам. Сосредоточение, внимание на военных учениях еще раз свидетельствует о том, что Армения является, она разжигает войну, да. И еще больше подчеркивает тот факт, что Ереван проводит шовинистическую политику по отношению к соседним странам. Такой ход событий может навалить только двум сторонам, Армении и Российской миротворческой миссии. Погрявшая в хвосте Армения подобными авантюрами поставит себя еще в более безвыходное положение. Единственным выходом для Армении является выполнение положения трехстороннего заявления. Не хотят армяне ничего выполнять. Они там создали уже группировку. У них там Арей Каратюнян с генералами, вооружает всех сепаратистов. Ну и они пытаются, да, я думаю, разжечь эту ситуацию, накалить, чтобы как бы последнее, что у них осталось, этот огрызок, как его называют, или участок территории, но он, скорее всего, не слабый участок территории, да. Азербайджан освободил вот эти, считай, вот 66% где-то, а эти 33% сейчас контролируют армяне. Да, и не хотят терять, потому что там все равно они будут заселять в этом году, еще 40 тысяч планируется туда заселить. И все, и там делают как бы еще вторую часть Армении у них получится как бы. В общем, я думаю, будут бороться до конца, не будут уступать эту территорию. Вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.